Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях у ландшафтного дизайнера и питомника вода Ольги Щененковой. И сегодня у нас будет много интересных бесед, как вы уже видели, наверное, в предыдущих роликах. Ольга большой эксперт по щебушникам и розам-ругозам, а также, как выяснилось, еще и гортензиям. Но гортензия пока у нас не зацвели, а пока что мы пройдемся по саду Ольги, и она нам покажет самые лучшие свои растения. И первый выпуск у нас будет о щебушниках. И у нас будет топ-10 самых любимых, лучших щебушников от Ольги Щененковой. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Да, я уже, видите, задрал высокую планку, потому что вы большой действительно специалист. И от вас, я не знаю, я услышал о щебушниках такое, что и не подозревал от них. Сейчас я уже увидел, у вас даже желтый щебушник есть, оказывается. Не просто махровые белые цветочки, но и просто такие формы о запахе, о аромате. Я думаю, что сегодня у нас найдется чем удивить наших зрителей. Да, правда, сидим мы около Рус, и до щебушников нам надо, конечно, дойти. А мы и пойдем, да. Мы выбрали с вами хорошую, красивую скамейку в тенечке, чтобы начать наш маршрут. А маршрут будет у нас очень непростой и сложный, потому что Ольге абсолютно уникальный, мне кажется, участок. Я таких раньше не видел. Мы находимся глубоко под Выборгом. Это практически пограничная зона с Финляндией. Здесь кругом выходы камня на поверхность, сложный ландшафт, перепады высот. И все это Ольга сохранила с уважением к гению места. Тут нету отдельных каких-то грядочек, цветников. Все, ну вот, вытаскивался камушек, сажалось растение. Поэтому у нас будет такая горная прогулка. И мы будем как козочки пробираться к каждому растению. Давайте. Пойдемте, Ольга. Ведите нас. Может быть, нам начать тогда вот с этого маленького куста, который рядом, чтобы идти недалеко. Этот сорт у нас зацвел. Так, давайте я вот с этой стороны. Первый год он цветет. Этот сорт был выведен Бушем в Америке. Можно сказать, что этот сорт близок к Миннесоте Сноуфлейку, но он гораздо меньше размером. Это более компактный куст и называется он Фростиморн. Вот он имеет запах, несмотря на такие маленькие цветочки, аккуратные. Он очень хорошо пахнет, очень вкусно пахнет. Андрей нам сейчас это скажет. Да, запах прекрасный и он такой не сильный. Не сильный. И сам куст будет не крупный. Перезимовал он очень хорошо в этом году. Правда, пришлось останавливать его рост. Вот то, что мы с вами говорили на прошлом видео. То есть прищипка была необходима, потому что он продолжал расти, не останавливался. Но после прищипки его побеги перезимовали до самых макушек. Это минус 27, у нас был такой минимум это зимой. Поэтому я считаю, что очень хорошо для него. А скажите, какая у него максимальная высота, раз это компактный сорт. Хотелось бы знать его. Ну, я так понимаю, что он до полутора метров не выше. То есть где-то метр двадцать, наверное, может полтора метра будет. Но вот вы видите, он вырос из маленького горшочка по 9, совсем маленького, где-то года за три до такой высоты. То есть это вот трехлетний растение. Да, да. Вот такой маленький кустик, он цветет. Единственное, что мне кажется необычным, у него вот тоже вот цветы, что он дает прирост на макушке побега, что не очень-то характерно для многих чубушников. Они в основном дают вегетацию вот с нижней его части. И вот с этим, наверное, надо будет потом что-то делать, иначе он будет становиться более рыхлым в дальнейшем. Такая вот медуза горгона нарастать во все стороны. Ну, посмотрим, понаблюдаем за ним. Ну, если это полтора метра, да, это уже, мне кажется, хорошо. Мне кажется, что в чубушниках, в компактных, гораздо больше перспективы, как в ландшафтных растениях. Да, да, да. Побежали дальше. Номер два. Чубушник необычный. Ой, необычный, это уже мой фаворит, по-моему, из того, что я увидел. Да, это уже веховский сорт. Николая Кузьмича Вехова. Единственное, что, видите, из-за жары, такой сильной жары, которая, в общем-то, не всегда у нас случается в начале лета, он не выдает хорошо красного цвета, но он виден здесь, этот цвет. Очень компактный, изящный сорт, опять же, с мелким листом, обильно цветущий. Единственное, я хочу признаться, что чисто из-за работы я не могу обрезать правильно здесь чубушники, иначе мне потом нечего черенковать, поэтому для того, чтобы обильно полностью все-все цвело, надо было резать. Но мы видим, что вот его султан, это был прошлогодний побег, о чем мы говорили, и, конечно, его запах, Андрей. Запах сумасшедший, я уже стою даже, не нужно наклоняться, это просто настолько вот спелая земляника, что, кажется, вкус во рту чувствуешь. Запах потрясающий, это удивительно для меня, что растение вообще может быть вот так вот пахнуть. И листики мелкие тоже очень хорошо, она прям на спире похожа, если бы не цвело, я подумал, что это просто какой-то сорт спире. Вы согласитесь, что в голову не придет, что это чубушники. Это очень красивый кустарник в миксбордере, то есть его можно использовать универсально, что хотите, то и делайте. Он и цветет, он аккуратно вписывается, он дает хорошую форму, он хорошо зимует, по крайней мере, на этом месте он зимует прекрасно. И в питомнике на ветрах у нас пока проблем с подмерзанием молодых кустов не было, поэтому я считаю, что сорт отличнейший. И тоже компактный, да? Компактный, компактный. Правда, он может подрасти и выше, я так полагаю, что он может вырасти где-то метр 50, метр 80. Но вы обратите внимание, вот побеги, вот эти были побеги весной вертикальные, вот такие. Это во время цветения он начинает их опускать. Ну, конечно, такое обильное цветение. Но очень хорошо, что он не образует, смотрите, каких-то больших кистей. То есть вот он действительно чем-то похож на грифшем с спире, потому что цветочки идут вот в такие вот длины. Да, да, да. Это вообще так вот должны цвести чубушники. То есть если его правильно резать, и он тогда выгоняет очень длинные вот такие вот побеги, длинные для него, да, и весь султан усыпан цветами. Ну, в общем, номер два-то пока что мой фаворит. Да, да, он красив. Побежали дальше. Ой, какой, слушай, нежный аромат. Как называется этот сорт? Вот это и есть самый сорт жемчуг. Вековский сорт, очень красивый. Он уже был выведен из элитных сеянцев, выделен после смерти Николая Кузьмича Вехова. Ну, это, конечно, изумительный сорт, крупные цветы. Он на самом деле только еще зацветает, и вот эта жара, она, конечно, ему тяжело дается. Но обратите внимание, какой красивый лист, не только цветок. Да, лист блестящий. Но очень красивый лист, вообще не характерный для чубушников. При этом обратите внимание, какое сложное место. Оно террасированное, то есть здесь достаточно сухо, и вот какие большие ели рядом. Покажите, может быть, если есть возможность камеры, что это все находится в корнях ели. И он прекрасно себя чувствует, он разрастается в ширину. Вот эта ветка, которая сейчас свисает, она всю зиму стояла вертикально. И вот не та, которую Андрей сейчас держит, а вон с той стороны, видите, вот такая длинная ветка. Это было выше двух метров, она перезимовала до самого верха. Ничего с ней не случилось. Поэтому сорт достаточно надежен. Даже мы в этом году, вернее, в прошлом году осенью, выкопали рядом была снежная буря. Жемчуг снежную бурю стал подавлять. Пришлось ее туда пересадить, потому что она не могла с ним рядом расправиться. Слушайте, ну это радует, что, в принципе, растения так хорошо развиваются, ничем не болеет. Единственное, что вы обещали, что цветы-то будут до 10 сантиметров. Он только начинает свисти до 10 сантиметров. А, да вы что, то есть это еще увеличится цветок в размере. Во-первых, конечно, очень плохо, что сейчас у нас сухой период такой, потому что поливать сад мы не имеем возможности абсолютно. У нас вся вода, к сожалению. То есть вот эти крупные цветы, обычно концевые цветы в кисти. Ну вот жара под 40 градусов, которая у нас была, она не дает ему возможности хорошо показать этот крупный цветок. Слушайте, ну запах совершенно потрясающий, действительно, какой-то тонкий такой парфюм, аромат. И несмотря на это, он тоже такой насыщенный. Просто какая-то вот реально композиция какого-то вот парфюмерия. Хорошего парфюма. Да. Даже вот видите, из-за жары они начинают скручивать лепестки сейчас, еще толком не раскрывшись. Но вот, увы, такое лето. Очень сухой воздух и жаркий воздух, поэтому кустам тяжело. Потрясающе. Пойдемте дальше. Интересно, кто еще может конкурировать после необычного и жемчуга. Просто я даже не представляю, что может быть еще. Слушайте, ну тут совсем такой тонкий аромат. Вот он ненавязчивый. Да, это вот для тех, кто не любит сильные ароматы в саду. Тем более в жаркую погоду ароматы становятся более удушающие. Поэтому, скажем, коньячный сорт. Это когда... Ох ты. Да, когда в небольших количествах запах приятен, да, а в больших количествах наступает похмелье тяжелое. Поэтому вот Зою Космодемьянскую можно отнести к таким сортам, хотя, в общем-то, запах у нее хорошо читается. Он присутствует. Я бы не сказала, что его нет совсем. Нет, ну когда наклоняешься к цветочку, конечно, его чувствуешь, да. И при этом очень красивый махровый цветок. Вы обратите внимание, насколько он тоже сложный. И какие у него красивые бутоны. Мне вообще у Зои Космодемьянской очень нравятся круглые бутоны, как они распускаются. Это относительно поздний сорт из-за чубушников Вехова. Это просто такое жаркое лето, что они сейчас все цветут почти одновременно, хотя это не характерно для них. Единственное, что надо про него сказать, это то, что сорт все-таки ломок на ветру. Поэтому лучше его сажать, наверное, так, чтобы ветер был не сильный, либо связывать на зиму. Опять же, кстати, у чубушников, вот мы тогда не говорили, есть интересное свойство. Они очень долго держат лист. Практически уже начало зимы они еще с листом. И поэтому вот это надо следить и его ошмыгивать. Иначе мокрый снег, если выпадает, он может ломать ветки. Вот такой момент. Но зато то, что он очень долго держит лист, это тоже хорошо. Потому что, когда вы сажаете чубушники как живую изгородь и хотите закрыться, например, от дороги, от соседей, то вот это долгое держание листа нам помогает в этом случае. В этом плане чубушники тоже хороши. Не только красота, запах, но и вот такая функциональность. У этой группы растений, да. Это зоя космодемьянская. Вот ты какая зоя космодемьянская. Да, она вырастает крупным кустом и может вырасти 2 метра и выше 2 метра, 2,5 метра, наверное, точно. Может и по 3 метра. В нашем климате пока не могу сказать. Пока все в процессе испытаний находится. Да, пока все в процессе испытаний, так и есть. Ну, стойте, у него мощные побеги. Он, наверное, все-таки не так склонен к разваливанию. Да, да, он дает хороший вертикальный куст. Но здесь, видите, полутень, поэтому он и начинает немного, может в ширину разрастаться все-таки в полутени. На солнце кусты ведут себя по-разному, без спорно. Как и все растения. Как и все растения, да. Но зато и цветет более продолжительный период. На солнце бы, наверное, он отцветал бы гораздо быстрее. А так спокойно больше 20 дней. Чугушники, вот скажем, жемчуг, он расцвел одним из первых в саду. И он может свистеть вот в таких условиях совершенно спокойно дней 30. Ну, если не будет стоять сильная жара, я не знаю, что будет в такую жару. Ну, вот обычный венечный, где-то 2 недели максимум. Да, да, да. И вот в полутени у нас практически все чугушники. Ну, чуть меньше, там, может быть, где-то дней 22 до 25, 27 дней. То есть, это очень длительный период. А если еще к нему прибавить период, когда они стоят в бутонах, это же тоже, в общем-то, красиво. Да, конечно. Я считаю, культура очень интересная. Ольга, побежали дальше. В плане, что она уже такая старая, думали, будет умирать. А она сказала, нет, пенсионный возраст продлили. Да, продлили, да, сейчас. Поэтому я еще молодая, офига. Хотя у нас уже вон ее дети выросли здоровенные. Вот этот сорт называется Миннесота Сноуфлейк. На самом деле мы очень долго пытались его определить, хотя мы его покупали под этим названием, но не совсем было понятно, он это или он, или нет. И только увидев уже фотографии ботанического сада МГУ, то есть, там были подобные же растения, и прочитав много описаний настоящей Миннесоты, это и американские описания, и описания голландские, поняли, что все-таки это он. Почему? Потому что помимо высоты, помимо красивых махровых цветов, он действительно обладает хорошим ароматом. Андрей? Да, и аромат тоже ненавязчивый, очень тонкий. Вы знаете, он, да, он сейчас кажется тонкий, но он бывает гораздо сильнее, то есть, в зависимости от времени дня и температуры, он бывает очень даже сильный, но очень вкусный. То есть, согласитесь, он даже не особо удушливый, то есть, приятный аромат. Я боюсь, что, вы знаете, это как после визита в Ревгош, когда ты понюхаешь там 3-4 парфюма, следующие уже перестаешь что-то различать, потому что ароматы достаточно такие. Вкус тоже, кстати, молодой. Этот куст у нас был посажен где-то в 2018 году, то есть, и он активно обрезался для черенкования, поэтому тут, к сожалению, вы обратите внимание, какой он выдал ветку в прошлом году, да? Вот какой у неё рост. Вот я стою, и вот эта ветка. Да, прирост мощный. То есть, это вот второй год веточки. Да, конечно, конечно. Это второй год веточки, вот она сейчас цветёт, как и положено цвести. У него, конечно, несколько рыхлое цветение, да, но когда куст большой и крупный, он, получается, может быть, более ажурный, он не так сильно набит, но он весь цветёт. И ветка, обратите внимание, перезимовала такая высота до самого верха. То есть, это опять же говорит о его зимостойкости у нас. Но зато внизу, вот он тут попышнее на данный момент. Просто, к сожалению, наши кусты все используются пока... Как маточники, да. Как маточники, поэтому я не могу позволить себе держать его вот таким роскошным и красивым, каким он должен быть на ваших участках. Следующий, сказал заведующий. Что за красота такая? Вот этот сорт, очень удачно, ребята, вы приехали, потому что как раз сейчас он находится, я бы назвала это стадия ландыша. Это сорт называется воздушный десант. Ага, веховский сорт. Веховский сорт воздушный десант. Вроде бы простой цветок, но вы посмотрите, какая изящная форма цветка. Как их много на побеге, вот побег как раз, вот они бы все выглядели так, если бы их обрезать, да. Дальше эти парашютики начинают открываться все шире и шире, но вот в данный момент я бы даже, его бы называла бы какой-нибудь там ландыш, серебристый как угодно, но только ландыш. Именно, видимо, военное время, как бы подсказало Вехову название, воздушный десант, как будто это парашютики. Но у меня ассоциация только с ландышем. И какой у него аромат? Аромат просто я вот стою и думаю, когда же наконец-таки я скажу, про запах, потому что я думал, что у необычного запах необычный, но у этого, мне кажется, вот вообще вот эта вот земляника, она, ну, просто ты нюхаешь, ну, она ведь действительно как ландыш, да может быть пахнет ландышем, пахнет опять земляникой так. И чувствуется это там с дорожки, то есть этот запах ощущается очень далеко. Слушайте, это просто апсоциация. Запах сумасшедший, сумасшедший, никогда бы в жизни не подумал, что может чебушник пахнуть так. Вот так. Куст обычно имеет вертикальный рост у этого сорта и опускаются ветви только во время цветения, по тяжести цветов. Поэтому сорт достаточно компактный. Их можно сажать, ну, вот мы сейчас посадили еще один кустик сюда, к живой изгороди от дороги. Кузнечик кусил. Вот такие у нас кузнечики. Но, в принципе, я считаю, что сорт очень хорош для живой изгороди. Благодаря своей компактности, вертикальности, то есть он дает хороший рост. Метров два он дает спокойно этот сорт. И при этом он один из самых зимостойких из чебушников Вехова. Это и московские данные об этом говорят, и у нас он себя ведет прекрасно. Но, конечно, все равно даже в нашем климате, вот таком непредсказуемом, все-таки останавливать рост полезно у чебушников. Я в этом убедилась уже давно. Неоднократно. Неоднократно. Потому что могут после сильной засухи летом воспринять, растения воспринимают эту засуху как период покоя, потом вдруг активно начинают опять расти, а тут уже у нас поздняя осень или зима начинается, и они тогда не успевают вовремя остановиться. Поэтому лучше немножко контролировать, тем более это совершенно несложно. Не, ну, потрясающий, потрясающий сорт, совершенно очаровательный. И очень милые цветки, одновременно простые, но такие ароматные и очень элегантные. И очень элегантные, да. Побежали дальше. Что у нас за красавец такой? Ну, этот красавец у нас, к сожалению, ведь и осенью был сюда пересажен, от жемчуга, который его обижал. Но вот этот сорт как раз снежная буря, тоже веховский сорт. Обратите внимание, он совсем другой, у него более маленькие цветочки, но они близко сидят друг к другу. И получается, почему и снежная буря, вот он еще только начинает распускаться, вот эта вся ветка будет белая. Абсолютно вся. И вот, кстати, это сорт тот, который пахнет слабо. Да, да, я вот нюхаю, я практически уже запах не чувствую. Да, да, практически запах отсутствует. То есть это вот для тех как раз людей, которые не любят сильные запахи, обильное цветение и отсутствие запаха. Да, он абсолютно неприхотлив. Кстати, этот сорт тоже не особо крупный. Почему же мчуг-то его и стал обижать? Потому что он максимально, ну, тоже высоту будет давать, наверное, ну, где-то метра полтора, метра восемьдесят максимум. Ну, опять же, он, кстати, в отличие, например, от воздушного десанта, он более широко раскидывает ветви свои. А вот я смотрю, что они еще не упругие. Да, и они очень такие жесткие, эти ветки. Да, да, да. Вот мне прямо его не нагнуть, он все равно хочет подняться. То есть если и воздушный десант был гибкий, жемчуг гибкий, то вот этот такой коренастый крепкий куст. Ну, вот единственное, что он сейчас немножко запаздывает с развитием именно из-за того, что был пересажен и сейчас попал... То есть он сейчас больше наращивает корневую систему, скажем так. Первые года после пересадки, в общем-то, все растения, их задача нарастить корешки. А тут еще и эта жара, поэтому вот он немножечко... Мы сейчас с вами, да, снимаем наш ТОП-10 тех чубушников, которые вот цветут как-то среднецветущие, да, наверное, по времени. Потому что у нас был вопрос, что цветет в разные сроки. Может ли что-то цвести в мае и что-то в августе? И мы с вами тогда на него не ответили. Нет, дело в том, что понятие раноцветущий-поздноцветущий у чубушников, это не значит, что одни зацветают там, скажем, в апреле, а другие зацветают в сентябре. Да, конечно, это все-таки более сближенный период. И если мы говорим о тех чубушниках, которые мы здесь сейчас с вами уже прошли, то первыми у меня в саду обычно... Вот даже в этом году первый зацвел женчуг. И почти что последний у нас цветет именно из-за того, что он очень долго у меня цветет. Не знаю, что ли у нас полутень так на него действует, то ли это, в принципе, вот его такие свойства. Да, то есть он один из ранних. Ранним же у нас является, естественно, воздушный десант, и сорт необычный. Вот это, действительно, сорта очень ранние. Зоя космодемьянская. Снежная буря – это средний, я бы сказала, по срокам цветения сорт, несмотря на то, что сейчас мы его видим больше в бутонах. А вот Зоя космодемьянская, она, можно сказать, поздний сорт. Так же, как вот лунный свет, который... Вот он здесь еще молоденький кустик, и только начинает свистеть, это тоже считается поздний сорт. Они уже зацветают. Обычно Зоя космодемьянская у нас отцветает первые числа августа. Вот самые первые числа августа это отцветает Зоя космодемьянская. Поэтому вот июль обычно цветение чубушников. Весь июль. Ну что, побежали дальше? Да. А теперь, я так понимаю, у нас просто сенсация. То, о чем не знают многие, может быть, даже многие потом никого не видели такой диковинки, потому что желтый чубушник, мне кажется, это просто... Ну, мы не будем говорить о России, будем говорить за наш регион, потому что в нашем регионе, возможно, действительно, это редко встречающийся сорт. Этот сорт, скажем так, что мы его называем память о вехове. Почему я так вот говорю? Потому что есть мнение, что память о вехове – это сорт с простым цветком, тоже желтого оттенка, но цветок простой, небольшой и без запаха. Вот конкретно данный экземпляр мы приобрели у Тереховой Елены. Почему? Потому что именно под этим названием память о вехове. И она тоже так считает, что это именно так должен называться сорт памяти о вехове. К сожалению, вот видите, из-за перестройки, из-за этих всех времен, точно неизвестно, вероятно, как он выглядел. Но мне кажется, что в память о таком человеке должен быть не какой-то простой, желтоватый цветочек, а вот именно вот этот потрясающий махровый крупный цветок, обратите внимание, какой у него размер. Ну это просто вот издалека, может, потому что у вас камелия тут цветут просто в саду. Такой вот зеленовато-сливочный цвет у нее, и очень красивый лист, и куст будет еще расти. Он должен вырасти, наверное, в общем-то не особо меньше, чем жемчуг. То, что вот мы видим. Когда в продаже появится? Когда начнем черенковать? Когда появится в садовом центре Европанта? Как только на черенкуем. Нюхайте. Учтите, выстроится очередь уже. И что нас поразило, он имеет запах. Слушайте, а запах-то ничего себе. Да, потому что нам говорили, что он не пахнет, но на самом деле очень приятный нежный аромат. Да нет, во-первых, мне кажется, он вообще не похож ни на что, что я до сих пор нюхал, потому что здесь и запах земляники, и запах парфюма, как будто бы вот... Какой-то цветочный, такой тонкий аромат. Все прямо лучшее сразу, какой-то фруктовый, очень сложный запах, и такой насыщенный, яркий, что вот для махрового сорта, мне кажется, вот не очевидно. Согласна. На самом деле, вот у Вехова считается два таких желтоцветковых сорта. Это вот данный сорт и лунный свет. Но мы его сейчас... Он еще маленький, только начинает свистеть. В общем-то, вот и все. Таких вот желтоватых сортов больше, наверное, особо и не существует. Ну, по крайней мере, в нашей коллекции нет. Готовьтесь, Ольга, что питомник Терека станет уникальным поставщиком желтого сорта, который был опознан как память Вехова. Да, да. Мы будем считать, что все-таки вот он должен называться. Возрождаем наши традиции. Мы... Будет это вашего авторства, память Вехова, лично Артон Гичиненковой. Нет, нет, я не согласна. На самом деле, не согласна, потому что Терехова Елена и ее мужем была проведена очень большая работа. И все-таки это он? Нет, работа вообще по идентификации сортов, потому что они очень щепетильно собирали свою коллекцию. И на их мнение действительно можно сейчас ссылаться. Я бы так сказала. Да, да. Хорошо. Итак, Ольга, номер 9. Да. Вы знаете, вроде бы и простые цветы, и как бы, может быть, со стороны может показаться, что ничего такого интересного в нем нет. Это сорт Льюиса. Это видовое название данного чубушника. Сорт называется Тахтесил. Тахтесилма. Был найден финнами на своей территории, достаточно как бы далеко, скажем так, от нашей зоны на север. И показал себя очень устойчивым на большинстве территории Финляндии, поэтому ему было присвоен значок устойчивости в Финляндии, такой Ефин, они обычно это пишут, для самых надежных сортов. Чем хорош этот сорт? Вообще, Льюиса, мы тогда, помните, с вами говорили, это североамериканский вид чубушника, у него действительно совершенно другой лист, он такой заостренный, более изящный. Это будет крупный кустарник, он будет 3 метра давать легко и высоту, и в ширину, то есть, если надо закрывать какие-то изгороди, вот это один из них. Он уже как бы развивается очень такой правильной формы, я смотрю, как будто бы он когда-то формировался, а вы на самом деле не формируете, потому что у вас это маточники. Нет, нет, это вообще на самом деле мы его посадили-то не так давно, то есть, он был куплен уже крупным относительно экземпляром, то есть, это не из маленького горшочка вырос, и из-за того, что Финну его поставляли в обрезанном виде, поэтому у него цветения сейчас почти что нет, а на самом деле он цветет очень обильно, во время цветения он весь должен быть... Ну вот он наращивает молодые, я смотрю, сплошь приросты этого года, которые естественно не цветут. Да, и на следующий год они будут свистеть, да. И они очень интересно, они краснеют. У него вообще очень красиво, мы, кстати, не говорили об этом, у многих чубушников красноватый цвет и коричневатый цвет молодых побегов, тоже красиво. Да. И смотрите, как густо сидят цветы, цветы на самом деле крупные, то есть, они до 500 метров. Цветы очень крупные, да, цветок простой, но очень крупный, и я сейчас полезу и его нюхать. И тактисима, кстати, в переводе это звездный глаз с финского языка, то есть, в общем-то, название... запах хороший. Да. Такой яркий запах. Да, да, и он, и сам цветок отличается от нашего венечного, согласитесь, он такой широко открытый цветок, и немаленького размера, то есть, если венечный, это где-то 2,5 сантиметра диаметр цветка, здесь все 5 сантиметров. Да, 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 цветок значительно крупнее. И надо надеяться, что этот сорт может продвигаться на наши какие-то более северные регионы, должен себя хорошо там вести. Слушайте, тоже очень жесткие вот побеги, которые старые, его прямо вот не распрямить. У нас это новая зона. То есть, он будет держать форму, что очень важно. И мы вот как раз и рассчитываем, что в этой нашей новой зоне он нам закроет забор и даст вот этот хороший объем. Все мечтают закрыть забор. Да, а что делать? У вас такой же белый, как у меня. А что же делать, да? Вот такой сорт тактисилма. Ну что, мы подходим к завершению нашего рейтинга. Наконец-таки у нас чебушник номер 10. Так, ну вы знаете в первую очередь, чему я удивился, что у вас это первый чебушник, на котором обнаружена тля. Хотя в этом году вредители активно вообще портят все кусты, у всех цикадки, тли, долгоносики. А у вас вообще удивительно гармоничный участок, на котором никто ничего не ест. Я нашел гусеницу даже. На самом деле мы не особо волнуемся по поводу тли на участке. Она у нас, естественно, присутствует и она и должна присутствовать у всех на участке. Как ни странно, я сейчас это говорю, потому что если не будет тли, не будет энтомофагов. Как раз для того, чтобы тля не так сильно нам вредила с вами, нам надо, чтобы у нас на участках были насекомые, которые нам помогают. Но они могут появиться только тогда, когда им есть чего кушать. Ну, бьется нос, да. Да, вначале должна появиться тля, а потом как раз в эти места откладываются кладки тех же божьих коров, золотоглазок, те же хищные гусеницы, голубянки, они все питаются тлей. Ну, в общем, если стол накрыт, то придут... И они очень быстро все чистят. Поэтому то, что вы видите, сейчас скрученные листья, но вы обратите внимание, что после них уже отрос вот такой хороший здоровый побег. Значит, энтомофаги поработали. Не, ну, признайтесь, ну, хотя бы какие-то профилактические может обработки у вас есть? Вообще никак... Вот, честно вам скажу, вот, клянусь здоровьем всех своих родственников, мы в последние уже много лет не обрабатываем сад вообще ничем никогда. По разным причинам это... Ну, во-первых, нет времени. Началось все с того, что не было времени. Затем мы увидели, что, несмотря на это, все прекрасно потом отрастает и проблем с леей, в общем-то, с остальными вредителями особо нету. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что любые пестициды это все-таки яды, и что все это все равно проникает в почвенные воды. Да, у нас своя скважина. Даже с этой точки зрения не надо этим увлекаться. Ну, и потом мы прекрасно понимаем, что только в сбалансированном биоцинозе может быть порядок. Мы никогда с вами сами не можем навести полный порядок. Мы должны будем постоянно работать пестицидами для того, чтобы и кормить растения. То есть мы не можем заменить то, что может сделать природа. Но об этом лучше мы поговорим, наверное, Да, слушай, это прекрасная информация, потому что есть две стороны. Одни за здоровое садоводство, другие за то, чтобы жесткой химией убить комаров, клещей, стерилизовать участок. И мне кажется, важно лишний раз это повторить, потому что это интересно. Это длинный разговор. В каждом методе есть свои плюсы, есть свои минусы. А сейчас мы давайте вернемся к нашим чебушникам. Чем же он вас удивил? Чем удивил? Ну, скажем так, это один из немногих сортов лимуана, который мы у себя посадили. Потому что до этого мы очень часто сталкивались с тем, что сорта французской селекции у нас плохо себя ведут. Это один из старейших сортов. Это сорт аллибастер. И пока он действительно растет как аллибастер, то есть можно согласиться, что мы приобрели его верно. Обратите внимание, какой крупный цветок. Цветок крупный, да, с такой изящной серединкой. Внешние лепесточки крупненькие, а внутри такая вот серединочка плотная. И какой аромат? Аромат прекрасный, да, хороший. Без всяких роскошеств и излишеств, но очень хороший ароматный сорт. Очень хорошая, густая у него, густое соцветие, 7-9 цветов соцветия, очень крупных. Поэтому пока он себя показывает отлично. В принципе, он, конечно же, пришел к нам не из Европы, то есть он уже был куплен, выращенном в России. Это какая-то акклиматизация постепенная идет у сортов, когда они вот так вот выращиваются и переходят из одного региона в другой. Ну, зимостойкость повышается. Да, хотя, конечно, считается, что сорта французской селекции у нас не что ли зимостойкие, но вот в хорошем месте, где-то около... У хорошего человека, да. В общем, если вы хороший человек, то до сорта лимана можно попробовать и вам. Ну, далеко не все. То есть все-таки надо подходить к ним аккуратнее, сажать в такие места, где не продувается северными ветрами, тогда, я думаю, проблема... Ну, немножечко подстраховаться. Да, и все-таки это сорт один из самых зимостойких. Поэтому вот это вот сорт аллибастер. Ольга, спасибо, прекрасно. Сегодня у нас был рейтинг топ-10 лучших чебушников от Ольги Чененковой. Я думаю, что мы вас удивили. По крайней мере, я удивился. Очень много новой интересной информации, прекрасных сортов, очаровательные запахи. Просто как я сходил в профимерный магазин одновременно с оранжереей. Спасибо, Ольга, вам огромное. Да, спасибо, мне очень приятно. Буду мучить вас дальше теперь про розы. Смотрите наш следующий сюжет. Субтитры подогнал «Симон»!